Почистить выходы из подъезда, взбить сосульки с козырьков, посыпать дорожки песком. Список задач дворника Виктора Матросова небольшой. А вот расчистка этого многострадального проезда у Ленина 149 в его обязанности не входит. Но пришлось помочь молодому человеку, который на уборке города отрабатывает наказание за кражу шоколадки. Мне нафиг, дорога не нужна ни в коем случае. Если бы мне заплатили, я бы, конечно, разбился, но сделал. Я и так встаю в шесть утра, здесь все кругом пройду, сделаю. Приходят ко мне ребята на отработку. Они пришли, все, давайте сделаем, ребята, давайте сделаем. Мы сделали, им довольно, часы поставили, как положено. И мне, а как они платят, так я и работать буду. Здесь постоянно буксуют автомобилисты, а пешеходы стараются обходить опасный участок стороной. Прогулка по гололеду под снежной кашей может закончиться травмами. Подобных опасных мест в городе много. Как результат, обращений к травматологам стало больше. Не выдерживает и техника, работает на износ. Многие дворники рассчитывают на помощь трактора, но и он порой ломается. Сейчас гидроспределитель снимем, увезем в ремонт, его сделают, поставим, сделаем, проверим, будем дальше работать. Сейчас вот опять снегу нападает, машина опять разъездит. И все, а под снегом и селедок, что вы сделаете? Трактор не может же лед чистить, правильно? Он только убирает верхний с ней. Сколько может, столько соскабливает. По расчетам тракториста, сполонка управится за пару дней и к выходным вновь приступит к расчистке. Вообще, сложности со снегоуборочной техникой помешали многим управляющим компаниям быстро справиться с последствиями многодневного снегопада. Правда, сейчас ситуация, наконец, начала улучшаться. Сегодня специалисты управления административных отношений мэрии нашли нарушения в 20% осмотренных придомовых территорий. Было обследовано порядка 150 дворов. Из 150 дворов в 32 были отмечены нарушения. При этом было отмечено два грубых нарушения. Материалы пошли на протокол. Это захламление контейнерной площадки и состояние проезда. 10 дворов были отмечены на отлично, где все вычищено, посыпка осуществлена, сосульки сбиты. За грубое нарушение правил уборки, которым как раз и относятся наледь и снег во дворах, коммунальщиков ждет административная ответственность. По результатам проверки, должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 3 до 10 тысяч рублей, а юридических лиц – до 50 тысяч рублей. Однако не все управляющие компании ТСЖ и ЖСК могут похвастаться хорошими результатами. Везде актуален вопрос нехватки дворников и тракторов. Как следствие, неудобства испытывают в первую очередь жители многоквартирных домов. Сложнее въехать во двор на автомобиле, не говоря уже о том, чтобы его припарковать. Испытанием стала даже прогулка с детской коляской. Пока не успевают, конечно, очищать, наверное, все. У нас во дворе так нормально. Это Ленина 114. Ну, хотелось бы, конечно, лучше, но их, наверное, мало-мало-мало. А снега много-много-много. Так что, думаю, что будет все хорошо. Но, правда, скользко, конечно, очень. Тогда ведь на работу мы молодые все ходили. Паспорт получаем так и сразу, и на работу. Так идешь, и все уже вычищено. А снегу-то ведь тогда было как. Морозы были сильные. И у нас уже до Нового года вот такие сугробы были. И все вычистят, все везде как-то сделают. И никто не падал. А тут без конца ведь падаешь, без конца. С субботы вот я на работу хожу, у меня уже вот эти места болят. Потому что идешь вот так. Снег, и под снегом лед. Это, я не знаю, от чего, почему. Ведь раньше такого не было, чтобы лед был под снегом. Но то, чтобы справиться с сугробами и наледью во дворах, у коммунальщиков по нормативам есть всего несколько дней. Если снег не обрушится на Череповец с новой силой. Анастасия Хаткова, Игорь Плеснин. Новости.